Пам-пам! Всем привет, с вами Карина! Решила составить топ гонок на PS1. Если вы считаете, что я что-то упустила, можете написать об этом в комментариях. И на пятом месте Crash Team Racing. Гонки в стиле Mario Kart с участием Краша, его друзей и врагов. Во время гонки можно подбирать и использовать несколько видов оружия, чтобы любыми способами остановить оппонентов и первому достичь финиша. 4 место Driver. В этой игре вы станете настоящим водилой по имени Теннер, который работает под прикрытием, выполняя различные задания для криминального синдиката, чтобы в конечном итоге раскрыть крупное дело. А также на четвертом месте Driver 2 Back on the Streets. Хит начала 2000-х годов, по сей день остающийся на слуху у многих геймеров. Популярность пришла благодаря 3D, ведь GTA в это время был двухмерным. Таким образом, подобный геймплей со свободой перемещения и угоном автомобилей с видом от третьего лица был впервые. Кстати, возможность выходить из машины и управлять человеком появилась в этой части. Бесспорный хит своего времени. А также на четвертом месте Twisted Metal 2. Соревнования происходят через год после первого. На этот раз психопат Калипсо решил, что его турнир будет проходить по всему свету. Он замыслил разрушить Москву, Париж, берега Амазонки, Нью-Йорк, Антарктику, Голландию, Гонконг и, напоследок, призвится в долгоиграющем со времен первых гонок Лос-Анджелесе. Третье место. Револьт. Гонки на радиоуправляемых машинках, которые можно снабжать специальными пушками-пулеметами. А также на третьем месте Twisted Metal 4. Сюжет игры Twisted Metal 4 остался почти неизменным. Правда, в этой части роль Калипсо исполняет Sweet Tooth, поскольку в прошлый раз именно он выиграл турнир. И его желанием стало быть место Калипсо. Ну а, впрочем, все те же гонщики месят друг друга из-за своего желания. А также на третьем месте Hot Wheels Turbo Racing. Безумные трассы с кучей рампов, бонусами и адреналином, захватывающие гонки на выживание. Второе место. Need for Speed. Porsche Unleashed. Отличные гоночки. Это пятая игра в серии Жажда скорости. Игра стала еще лучше. Машины стали повреждаться намного реалистичнее и интереснее. А также на втором месте Vigilant 8 Second Offense. Действие игры происходит спустя два года после событий Vigilant 8. После разгрома террористической группировки Койоты, Юго-Запад Америки вздохнул с облегчением. Но нефтяной конгломерат Амар продолжал захватывать рынок нефти по всему миру, вплоть до начала 21 века. Самые известные гонки на выживание, извечный конкурент серии Twisted Metal. Побеждает не тот, кто приехал к финишу первым, а тот, кто остался в живых последним. А также на втором месте Colin McRae Rally 2.0. Одна из лучших раллийных гонок – реалистичные повреждения, различные погодные и климатические условия. И еще на втором месте Gran Turismo 2. Gran Turismo – главная серия гоночных игр на консолях от Sony. Особенностью серии стала максимальная возможная реалистичность представленных автомобилей и трасс. Игры серии получили признание во многом благодаря детальной имитации вождения лицензированных автомобилей. Каждая машина управляется и звучит подобно своему реальному аналогу. И на первом месте Slad Storm. Это самая популярная серия гонок на снегоходах. Но наибольший драйв в игре придает представленная музыка от популярных исполнителей, типа RoboZombie. Графика в игре по меркам PlayStation 1 запредельная. Геймплей захватывает. Да и вообще, гонки на снегоходах – это большая редкость. А также на первом месте Road Rush – Jailbreak. Настало время, когда тихие городки содрогнутся от рева двигателей, и полиция не сможет навести порядок. И причиной всей этой неразберихи будут бешеные гонки байкеров, в которых вы должны стать победителем. Имеется только одна маленькая проблема. Есть 15 противников, которые этого не хотят. В игре есть возможность играть вдвоем, как на разделенном экране, так и вместе на одном мотоцикле с коляской. Отдельно стоит отметить дальность прорисовки игрового мира. Здесь нет никакого тумана, ограничивающего видимость из-за слабости приставки. В саундтреке звучит Cell-Dweller, Cheval, и другие шедевральные темы постгранжа и хардкора.